Несколько дней назад мне прислали сообщение. Несколько дней назад любимая девушка бросила меня из-за мелкой ссоры. Я думал, что смогу её вернуть, но она категорически говорит, что не хочет со мной отношений. Мне очень тяжело сейчас. Как мне успокоить свои чувства? Ведь забыть её я уже не смогу точно. Можете что-то посоветовать? Спасибо, Костя, за твой вопрос. Ты её, конечно, не забудешь. Точно так же, как я, например, помню о тех, в кого я был очень сильно влюблён. Но дело в том, что это влюблённость с её стороны, но не любовь. С твоей стороны, возможно, чувство любви было. Однако, если ты не можешь это забыть, это нужно использовать для движения вперёд. То есть, те сильные чувства, которые у тебя сейчас есть, разочарования, может быть, злости, может быть, какие-то ещё, они все обладают силой. Они на тебя давят. Они вынуждают тебя советоваться со мной, писать мне сообщения. Поэтому эти чувства, эти состояния, обладающие силой, нужно использовать для того, чтобы решать задачи в сегодняшнем дне, на предстоящую неделю, на этот месяц. Потому что везде нужна сила. И знаешь, эмоционально ты будешь ощущать, что толку от этого нет. Но если, как только у тебя появилось опять ощущение, такое разочарование, то есть ты вдруг устаёшь, эта сила негатива, она на тебя давит. Она тебя пытается придавить. Возьми эту силу негатива, используй её для решения повседневных задач. Потом, знаешь, может быть, тебе повезло, что она ушла, и хорошо, что у тебя с ней не будет отношений. Потому что те, кого мы отпускаем, они могут вернуться. Но если они не возвращаются, это можно расценивать, как повезло. Не твой человек. Однако это опыт, это школа, и это учёба в школе жизни. Так это и воспринимай. Ты никогда не сможешь её забыть. Мне кажется, нужно совершить ритуал. Пройтись по тем местам, где ты с ней встречался, кафе, какие-то лавочки, вот как я сижу сейчас на лавочке. Какие-то ещё места, где что-то было связано с твоими отношениями с ней. Последний раз туда приди, последний раз напиши что-то, порви, сожги эту бумажку, выброси вот, например, в такую урну, развей по ветру пепел. Но пройтись последний раз, послушать последний раз музыку, последний раз посмотреть фильм, который вы вместе смотрели. Всё это нужно сделать для того, чтобы ты, как мужчина, ощутил свободу от этой проблемы. Потому что тебе нужно обретать уверенность. Мужчине вообще, знаешь, нужно быть особо независимым. За это женщина, она очень сильно уважает мужчину. И вот эта независимость, которую ты вырабатываешь благодаря этим рекомендациям, она сделает тебя очень привлекательной для тех самых девушек, с которыми ты поймёшь. О, это надо ещё выбор сделать, с кем мне вместе быть. Плюс у тебя появится чутьё на то, как использовать негативную силу для движения вперёд. Удачи тебе, Бог в помощь, пока.